МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром 7 марта в 8.28 на пункт связи пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Свято-Троицкой православной церкви. Через минуту в 8.29 из ближайшей пожарной части номер 7, которая базируется по улице Севастопольской, выехало три машины. К месту происшествия они прибыли в 8.32, то есть через 4 минуты после поступления вызова. В тот момент деревянное здание уже было объято дымом, сквозь который выбивались языки пламени. Чуть позже к месту трагедии подъехало еще пять пожарных машин. Положение складывалось угрожающее. Огонь захватывал все новые и новые участки деревянного строения. Верующие, собравшиеся вокруг здания после окончания службы, пытались хоть как-то спасти церковное имущество. Люди пребывали в состоянии огромного смятения, когда на их глазах огонь уничтожал здание. Ведь церковь строилась, как говорится, всем миром, возводилась на добровольные пожертвования людей и организаций. Более 4 миллионов рублей было вложено в ее строительство. Ущерб, причиненный огнем, по предварительным подсчетам, оценивается в 2 миллиона 800 тысяч рублей в новых ценах. Это материальные потери. А кто оценит нравственный ущерб? Потери духовные? Что произошло? Что стало причиной пожара? Чтобы ответить на этот вопрос, в Комсомольске работает специальная комиссия. О некоторых предварительных результатах ее расследования, о своих оценках случившейся трагедии, нам рассказал начальник противопожарной службы Комсомольска, Василий Андреевич Трегубов. По главе комиссии стоит начальник пожарно-технической лаборатории Хабаровского края, очень опытный сотрудник. Отработано было несколько версий. Это версия поджога, фактически она отпала. Версия самовозгорания тоже отпала, потому что практически не отапливалось в помещении. И последняя версия, которая отрабатывается, и по всей видимости она останется, потому что очень много факторов, которые подтверждает уже эту версию. Я повторяю, это только предположительная, пока еще не точная причина. Это неправильная эксплуатация электроприборов, технически неправильная, или перегрузка электросети, тоже связанная с мощностью электронагревательных приборов. Комиссия уже определила, что пожар произошел в центре, в самом, в резнице, на первом этаже, где, вот, в настоящее время она не закончена, службы уже начались, не закончено, строительство службы начались, потому что, поэтому в этой резнице сейчас была раздевалка, они раздевались, и, по всей видимости, отапливалась она электроприборами. Но я еще раз повторяю, эта причина пока предположительная, потому что комиссия еще не закончила работу. Прибывшие пожарные обнаружили, что там, в церкви, была служба, люди были священникам выведены до прибытия пожарных, но практически спасти храм не удалось, потому что к прибытию пожарных огонь прямо находился в центре храма, очаг уже определили, что в центре храма, и внутри уже горело полностью, огонь выбивался наружу. Усугубило быстрое распространение пожара, до прибытия пожарных, люди, которые там находились у храма, на службе, открыли двери, начали бросать туда снег, то есть поступление воздуха со всех дверей туда, и появилась как печка, обычная печка с открытыми дверями, доступа воздуха очень много, храм деревянный и практически к прибытию пожарных он оказался практически внутри весь в огне. Каждый понимает, что пожарная опасность таких зданий очень высока, тем более в период строительства. Еще практически полностью строительство не закончено. А во время строительно-монтажных работ, как правило, это является очень пожароопасным периодом, потому что там бывают и временная проводка, и обогреватели различные, да и прочее, и курят строители, бывает такое. То есть в этот период очень опасно. И надо сказать, что внимание пожарной охраны в период строительства уделялось очень большое этому храму. Мы старались всем, что можно. Доходило даже до того, что мы закрывали строительство из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации храма. Вот прошлым летом там не было, там неправильно была проложена временная проводка, там были различные станочные, ну очень-очень много было причин. И после закрытия на пожарную охрану началось очень сильное давление. На меня лично, что вот вы закрыли, храм нужен городу, от прихожан, от очень многих людей. Возникали. Пришлось мне самому выезжать там с комиссией. Встречались со священником. Обходили какие-то мероприятия, когда будут выполнены. После выполнения мы опять открыли его. Но постоянно там находился инспектор. Очень часто находился инспектор. Ну вот когда почти храм был построен, я думаю, что здесь мы, конечно, несколько ослабили свое внимание храму. Василий Андреевич, а все ли сделали пожарные, когда прибыли на место? Потому что есть, например, версии, что воды у вас не было. Значит, к сожалению, к сожалению, вот после пурги, вот последняя снега, инспектор там не был. И, к сожалению, оказалось так, что дороги туда не расчистены. Вот со стороны основной улицы туда заезд. Можно проехать всего на легковой машине. И разъехаться уже практически невозможно. Там имеется водоем, который мы сами по просьбе строителей закачивали с Амура его. Но на период пожара оказалось, что к нему подъезда нет. Снег, мы не можем подъехать. О том, что вы говорите, или вот люди говорят, что мы приехали без воды, это не так. Все машины оказались с водой. Но пожар такой силы, что нам не хватило воды, вот которой в машинах. А водоемы подъехать не смогли. И пришлось брать воду с пожарного гидранта возле дома молодежи, или дома пионеров, как он назывался. Дом творчества сейчас. Это более 400 метров. Как долго продолжалась борьба эта с огнем? Ну, вообще-то стало ясно, что мы не сможем спасти церковь буквально через 10 минут после прибытия. То есть, явно не хватает ни сил, ни воды, деревянная церковь, сухих бревен, лиственницы. Практически потушить невозможно было. Хотя пожарные сделали, я думаю, все, что могли. Все это записано на видеокамеру, и сам священник снимал, и наша пресс-группа снимала практически с самого начала. Все данные о прибытии, выезде, отправке машин туда, записанном макетофон. Вот это все комиссия, материалы все забрала. Как только официальная комиссия, выясняющая причины пожара в Свято-Троицкой церкви, закончит свою работу, мы сразу же сообщим вам о ее выводах. Субтитры создавал DimaTorzok